МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День памяти и смутку. У Гомеля прошли мероприемства с нагоды 31-й годовины вывода войск из Афганистана. У Гомеля выполнены все основные покажки социально-экономичного развития за 2019 год. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 лютого официально открыл завод сульфатной белиной целлюлозы на базе Светлогорского целлюлозно-кордонного комбината. Основная мета этого проекта – створение импортозамершальной вытворчасти, ориентованной на освоение дровляных ресурсов. Размова идея, что годовые перепроцовцы больше, как 2 миллионов кубометров. С перспективами развития предприемства ознайомились наши корреспонденты. Зараз на постсоветской просторе таких сучасных вытворчастей нема. У России, например, опошницу люлозный завод был побудованный в 80-х годах минулого стагодзя. У Светлогорску реализация инвестиционного проекта проводится в рамках указа президента Беларуси, который был подписан в жнивне 2012 года. Подчас наведывания предприемства Александр Лукашенко я еще раз подкреслюл необходность такой вытворчасти для краины. Леса хватает? Нет проблем или есть проблемы? Нету проблемы. При выходе на максимальную мощность, Александр Георгиевич, нам потребуется 2 миллиона 400 кубов балансовой древесины. По прошлому году мы переработали где-то чуть больше 800 тысяч и произвели 149 тысяч. Вы считали, лесники обеспечены? Да. И мы решим проблему вот этого танкомера? Да, да, да. Не будет в лесу валяться ничего? Я скажу больше. Вот прошлый год и позапрошлый, когда была проблема с жучком, вредителем на Гомельской области, то мы здесь на площадке максимум приняли этого леса и переработали товарную продукцию с высокой добавленной стоимостью. То есть химическая переработка древесины, она на сегодняшний день является фактически одной из самых наивысших по добавленной стоимости. Не должно ничего пропадать, это наше богатство. Поэтому на этом предприятии будем перерабатывать и тонкую древесину, и потолще, любую можно переработать. Но нам надо переработать этот неликвид, чтобы не возить за границу за бесценным, а переработать целлюлозу, там, бумагу и дальше, и так далее. Вот чем был замысел строительства этого предприятия. Будовничество завода сульфатной белиной целлюлозы проходило непросто. Генеральный подрядчик, китайская компания Самсе, некольки разов спыняла работы, а на приконце 2018 года у Воголе покинула объект. Для подрыхтовки завода до эксплуатации Светлогорский целлюлозно-кордонный комбинат протягнул больше, как 30 подрядных организаций. Как шагается, в другой полове этого года завод выйдет на проектную могутность, что месячную вытворность 33 тысяч тонн сульфатной белиной целлюлозы. Амаль 80% выработанного будет поставлена на экспорт. И это не один плюс нового завода. В связи с тем, что был построен у нас завод, завод современный, высоких технологий, благодаря этому заводу у нас появились дополнительные рабочие места. Также мы привлекли многих специалистов, как своих, так и европейских. По час наведывания Светлогорского завода сульфатной белиной целлюлозы президент Беларуси дает официальный старт новому предприемству. Символичная червона кнопка натиснута. Теперь необходимо нарушать вытворчность. Летостью, в сравнении с предыдущим годом, выпуск продукции на новом предприемстве повележился больше, как в пять разов и достигнул амаль 150 тысяч тонн. Проектная могутность – 400 тысяч. При ее досягнении 300 тысяч тонн целлюлозы будет поставляться на экспорт. Остатнее – на внутренний рынок. По час наведывания завода президент ставит яшедную задачу – организовать вытворчность по перепросовце уже самой целлюлозы. Это позволит отримывать больше значные прибытки. Что мы продаем? Мы продаем сырье. Ну не древесину, как раньше, эти балансы за бесценок. Но мы продаем по хорошей цене целлюлозу, но мы продаем сырье. Надо с целлюлозы делать то, что делают там, куда мы придаем. Сегодня принято решение. Ваши специалисты и руководитель концерна прекрасно понимают, что должно быть дальше. Нам нужна глубина переработки целлюлозы. Нам нужно из этой целлюлозы делать соответствующие упаковочные материалы, делать мешки. Вы знаете, поставлена мною задача, чтобы уйти от полиэтилена. Мы загадим всю страну. Перегнивает, разлагается этот полиэтилен столетиями. То есть, правнукам нашим хватит еще. Поэтому надо от этого уходить. Надо все это заворачивать в булочки, пирожки и прочее в бумагу. У нас этого хватает добра. Но из этой целлюлозы, значит, надо создать эту упаковку и другие материалы. Поэтому мной принято сегодня решение. Мы должны как можно раньше, но не позже этого года построить здесь за стенкой рядом цех. Вот пускай домостроительный комбинат и займется этим. Если они могут, вот им и заказ, построить цех, купить машину, она не дешевая. Наверное, 80 миллионов евро будет стоить. Но мы пойдем на эти траты, поставим машину и будем перерабатывать здесь целлюлозу. Второе направление, я не думаю, что нам надо откладывать это. Мы должны произвести вискозную целлюлозу. Вы на этом предприятии это можете сделать. Нужна осина, ольха, которую у нас сегодня девать некуда, она пропадает. И поэтому нам надо ускориться. Мы ее здесь переработаем. Допустим, будете 8 месяцев работать на хвойной целлюлозе. Правильно я сказал? А 4 или 3 месяца будете делать вискозную целлюлозу для предприятия, которое находится у вас фактически за забором и которое покупает только по импорту вискозу. Это ненормально. Александр Лукашенко упълненный. Завод сульфатной белиной целлюлозы – предприемство для Беларуси необходное. А тому особливая падяка коллективу предприемства, який не глядяши на проблемы, робець усе махчимое для того, как реализовать инвестпроект у полным объеме. Это делает честь нашим специалистам вам, что вы сами справились с освоением мощностей этого предприятия. Молодцы. За это вам большое спасибо. Это вторая цель моего приезда – поблагодарить вас за то, что вы, отказавшись от недобросовестного исполнителя-строителя, сделали это предприятие сами. И вы получаете сегодня хорошую продукцию. Спасибо вам за это. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадо компания «Гомель» со Светлогорска. Подчас наведывания завода сульфатной белиной целлюлозы президент Беларуси отказал на питание журналистов. У приватности Александра Лукашенко звернулся до темы экологичной безопасности промысловых предприятий. Я очень щепетильно, очень внимательно отношусь к экологическим вопросам. И когда мне доложили, что тут дурно пахнет где-то, разборки были жестокие. Вот некоторые из членов правительства здесь находятся, не зная, что здесь происходит. Ну, вы говорите, в интернете. Потом помощник мне доложил, что здесь не все хорошо. Разборки были жестокие. Экология – вопрос номер один. Мы не должны в 21 веке создавать производства, от которых сами отравимся и детей своих отравим. Воздух, питание и вода – это важнейшие элементы для существования человека и его здоровья. Яши одно пытание журналистов тышилось о ситуации у сельской господарцы. И докладнее о необходности перегляду подыхода до ее ведения в связи с потеплением климата. По словам Александра Лукашенко, необходно вызнашиться с культурами, которые будут посеяны на Гомельшине. Причем заработать это, необходно уже все лета. Сегодня уже абсолютно понятно, особенно гомельчанам, что климат резко изменился. Сегодня уже вы живете в климатической зоне южнее Киева. Как раньше было южнее Киева. Мы как раз сегодня обсуждали эту проблему с новым губернатором. И я его попросил до посевной кампании определиться, что вы будете возделывать, что вы будете высевать. Может быть не везде, а это точно зерновые культуры. У вас пшеница, ячмень, традиционная рожь. Ну, рожь вы уже, может, и не сеете много. Вообще, наверное, уже не сеете. Более в северных районах. Такая культура северная больше. Может быть побольше кукурузы, хотя вы кукурузный край. Вам надо сегодня уже не думать, а брать то, что мы опробировали из сельхозкультур и возделывать здесь, в Гомельской области. 14 лютого в Гомеле прошли мероприемства, просвещенные Дню памяти воинов-интернационалистов. 31 год миновал с того самого дня, когда опошняя колонна советских войсков покинула территорию Афганистана. Удел Советского Союза в военном конфликте завершился 15 лютого 1989 года. Однако, не глядяши на минулые 10 годы, память о подвигу наших соотшинников живе и будет жить. Памятные мероприемства и областные центры по традиции распочались с акцией «Запали свечку памяти». Подчас службы у Свято-Петропавловским соборы прогушали имены кожного. Со 124 уродженцев Гомельщины, которые погибли при выполнении воинской обовязки в Афганистане. 119 из них похованные на белорусской земле, 5 – замежами нашей краины. У память об их, а так само ты, кто зашел с життя у мирный час, сябры и родные поставили свечки у храме. Для нас, для афганцев, это святое. На сегодняшний день, уже на протяжении стольких лет, 31 год, это 31 годовщина, проводим все эти мероприятия, и они для нас очень важны. Важны как дань памяти именно нашим погибшим. Также у нас производится постоянно встреча нас, живых ветеранов, потому что в обычной жизни не всегда получается встретиться. Сейчас на Гомельщине проживает свыше 3700 былых воинов-интернационалистов, которые воевали в 11 странах света. 3574 из них пройшли афган. Сегодня у всех объединяет Гомельская областная ветеранская организация афганцев. У нее звертаются за допомогой тому, что ведают. Тут не отмовят. Любая мелкая, если ты чем-то помог, оглянулся, и ты видишь, что человек в пути, что-то помог. Например, у нас есть инвалид первой группы стал. Надо было ему сделать пандус. Да, благодаря Домоуправлению мы попросили и так далее, сделали. Человек, понимаете, не будет сам с компьютером, сам с собой. Он может на коляске выйти на улицу. Конечно же, стараемся решать вопросы оздоровления. У нас есть прекрасный госпиталь, куда на сегодняшний день по нашей просьбе никогда в жизни нам не отказывают. Ушановать память загинулших и отдать данину поваги тем, кто пройшел в горячей окропке в далечении от Радимы, собрались каля мемориала помника воинам-интернационалистам. Тут каждый год, в день, 15 лютого, все напереды дни сотни людей. Для многих это место встреча с боевыми товарищами. Те, кто стратил близких на войне, знаходят доказ. А подвигу их сынов, братов и каханных памятают. Вспоминания, конечно, очень тяжелые, сложные. До сих пор снится Афганистан. Это до конца жизни. Вот каждый год мы сюда приезжаем. Почтить память наших боевых товарищей, которые погибли во время войны, а также погибли в мирное время после Афганистана. От ран, увечий, от разных заболеваний, которые они там приобрели. В начале с простонниками органов улады у скласти вянки и кветки до мемориалу сбирается великая колонна. Кожна крочет с ее и со своими думками. Однако, жизнь протягивается, треба глядеть наперед, в будущую и радоваться мирному небу над нашей краиной. Сам родом с Украины. Вывод, когда произошел в 89-м году, остался в Беларуси. Самая лучшая страна. Жена с Курска. То есть у нас интернациональная семья. Живем в Беларуси. Завершил широк памятных мероприемств концерт в городском центре культуры. Улику гостей, ветераны интернациональных войн и их семьи, а так само близкие загинувших. Со сцены ГЦК вспомнили ты, кто не вернулся додому и отдали до ненаповаги всем удельникам замежных локальных конфликтов. Евгений Кухарунак, Игорь Маришченко, телерадио «Компания Гомель». В Гомеле выполнены все основные показчики социально-экономичного развития за 2019 год. Об этом, по ведаме устаршения Гарвы Конкама, Петр Кириченко подчас провоздачи на 17-й сессии Горсовета. По водле его слову, рентабельность продажу склала 10%. Это лепший показчик сирот областных центров. Важным фактором за беспешение динамичного экономичного росту заявлялось развитие внешней экономичной деятельности. Экспорт товаров значна перевысит прогнозный показчик. 122% при плане 106. Такий выник досягнутый перш за все дякуши резидентам СЭС Гомеля-Ратон. Удало спрацовали и по экспорте послуг на 1,5% больше запланованного. К этому саде нешила активная реализация на внешней рынке айти-продукции. Дякуши поспеховой экономичной деятельности отрымана становшая сальдо товаров и по слуху по меры 187 миллионов долларов. Одним из приоритетных направлений работы местных органов было создание новых рабочих мест. По предварительной оценке, за счет новых предприятий и производств в Гомелях создано более 3200. Наибольшее количество производств и торговок. Большое внимание в городе выделяется вопросам развития частной инициативы. За 2019 год зарегистрировано более 377 юридических лиц, в том числе 90 производственных сил. Лепшие в сварочной справе. В Гомеле прошел черговый этап регионального отбора конкурса профессионального мастерства WorldSkills Беларусь 2020. В споборницах по компетенции сварочной технологии принимают удел наученцы 7 установ профессионно-технической и средней специальной адукации. С ними познайомился наш корреспондент Дмитрий Котов. Формат WorldSkills, продуглеживая повторный удел, а взросл претендентов на перемогу не повинен перевышать 21 год. Али зараз у все дебютанты. К обтрапить на региональный этап, необходно было пройти жорсткий отбор у своих научальных установок. У некоторых конкурс склав 10 и более человек на место. Удельники областных споборництва укажут, что упоявлены в своих силах и ведах. Нормально у меня настроение, как обычно. Как на работе, спокойно буду делать свою работу. И на победу это просто для меня. Я первый раз здесь, я хочу это попробовать. Как это что-то, что-то для меня новое. WorldSkills – международное споборництво. Конкурс объедущее 76 краин. Беларусь у этой супольности с 2014 года. Шемпионат проходит по шести на прамках. Это будовництво, вытворчность, информационные технологии, транспорт, социальные послуги, творшие профессии. На прамке поделяются на 32 компетенции. Переможцы региональных этапов у кожной представить Гомельшину у республиканским конкурсе. Плануется, что состав команды будет наличивать 40-45 человек. Как любое соревнование WorldSkills очень важно в первую очередь для учеников, для повышения их профессионального мастерства, для педагогов, которые на этих соревнованиях обмениваются опытом, видят передовые достижения по данному направлению и могут эти достижения внедрять в образовательный процесс. Также оно очень важно и для предприятий. Вы тоже знаете, что и представители промышленных предприятий участвуют в этих конкурсах. Это также позволяет быть в курсе всех современных тенденций. С поборницей сиротсварщиков проходили один день. Кожному судельнику необходимо было выконать подшатыры задания. Только пероможцы отправятся представлять регион в Минск. Однако рихтоваться до республиканского этапа будут и остатние призеры. При добром выступлении есть возможность трапить на WorldSkills International в 2021 году. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Бестурботность або неуважливость. За минулий год у Гомельска в области зафиксовано 928 крадяжов мобильных телефонов. Это в полтора раза больше, чем в 2018-м. При этом амаль 600 з них отбились в громадских местах. Вероника Гамзюкова высветляла, как, збиравши свой гаджет. Объектом злочинного замаху мобильный телефон нередко становится прямо на улице. Потерпелые, неуважливые люди альботы, чию увагу оттягивают наумысно. Як правило, зломысников притягивают в незашпиленные кишени, открытые сумки и телефоны, покинутые без нагляду. Людям, которые владеют сотовыми, необходимо пользоваться определенными правилами. Первое – это, конечно же, не оставлять свой мобильник в общественном месте. То бишь, на скамейке или же где-то еще, где вы посещаете бары, рестораны, не забывайте забирать мобильный телефон со стойки. Второе – это, конечно же, не давать незнакомым людям звонить сотового телефона на улице в общественных местах. И третье – не носить сотовый телефон в карманах брюк, где-то во внешних карманах рюкзака, сумки. Як означают специалисты, ранее украденных телефонов изменяли программу. Те, як кажуть, перепрошивали и спробовали продать. Те первые творцы стали робить гаджеты больше обороненными. Инженер по ремонте мобильных телефонов Антон Чемизау расповедает, что ранее фиксовались выпадки перепрошивки телефонов аж до ИМЭ – уникального номера кожного мобильника. Однако, те первые – это на годы звернуться до правоохолюков. Сознательные мастера, они просто сообщают в органы, и этим человеком занимаются дальше милиционеры. Потому что очень часто они предлагают выкупить этот телефон на запчасти. Ну, как только вы вставите туда сим-карту, его ИМЭЙ – номер, который является уникальным для каждого телефона. Если телефон находится в списке пропаж, то по этому уникальному номеру ИМЭЙ его органы найдут, как только человек вставит туда сим-карту. Когда вы нашли мобильный телефон, нужно поведомить об этом в милицию. Когда забрать гаджет в себе, такие действия не могут расцениваться, как крадеж. В этом случае можно погрожать как администрационная, так и криминальная отказность. Вероника Гамзюкова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Завтра у эфира «Беларусь-шатыры» – третья программа нового цикла проекта «Большим спорт». В этом выпуске с открытыми подрихтовки спортсменов поделится старший тренер Жаношей сборной «Повеслование на байдарках» Енаць Галецкий. «Большим спорт» в неделю 16 лютого в 19.45 хвилин на телеканале «Беларусь-шатыры Гомель». Это и другие новинные информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете узнать на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи у эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова